Я прочитаю пару своих стихотворений. Нет того, что не сказано, и пустота вместо слов там, где всесильные мысли свернулись в клубок подсознания. Улыбнись. Это будто бы значит, что всё у тебя хорошо. Я молчу, ты молчишь. Звёзды замерли. Где-то луна гладит волны, и в них отражается небо в бездомном бескрайнее. Где-то в щёке целуют солнце счастливых и шумных ребят. Ты уходишь? И правда, наверное, я замечтался. Уходи, улыбаясь, и смелой походкой. Вот так. Где-то ветер пускается с листьями в пляс, смертельный и радостный. Мы закрыли друг другу глаза, чтобы не видеть слёз. И не было треска, когда упала сосна в одиночестве. И не было чувств. Их никто вслух не произнёс. Немой, немой голос пронзил где-то чёрное звёздное, и отражён был морем пены в его волнах. Чтобы звёзды существовали, есть небо. Ты уходишь? Ну что же, выпрямь из спины. Вот так. Это что-то вроде моей визитной карточки, то, что я её на самом деле читаю везде, поэтому умудрилась выучить наизусть. Николай, как? Нормально? Человек стоит весь в плане? Да, очень хорошо он может. Просто иногда обращайтесь на камеру. А так всё хорошо, прекрасно. Всё хорошо. Чёткий голос, прекрасно поставленный для вас. Спасибо. Здравствуй, тишина. Знаю, поймёшь меня. Ты же вечно одна и виной тому толстый словарь, где нет глупого слова тишин. Человек может быть по той же причине один. Тишина. Я сегодня крикнул, крикнула ему или ей. Стой. Ни она, ни он не услышали. Ты пела со мной в унисон, забыв про покой голосовых связок. Что с тобой тишина? Ты в каждом окне через два. И ты, я, он, она, да не важно. Мы шепчем с тобой монотонное снова одни. Кому-то ведь должен город дарить своих скверов огни в мои руки. Её, его, каждого, всех сплетены. И как зонтик ладони скрывают кого-то царапанным не уходи. И под вальс не спеша ползает по паркету душа. Звуков музыки нет. Ты, она, я и он вдвоём. Если нету души по паркету гуляет сон. Ты споёшь мне? Иначе глаза не закрыть одиночеству. Бал. Я пришёл. Я пришла к тебе на торжество, тишина. Так приветствуй меня, как старого друга, одна. Здравствуй, тишина. Здравствуй, тишина. Здравствуй. Ну и последнее, наверное, это самое последнее стихотворение. Оно написано, и оно ещё нигде никогда не было прочитано, поэтому... А я не знаю, как это будет звучать. Я называю это сценарием, но... Километры засвеченных плёнок гирляндой. На стенах тень от сохнущих детских пелёнок, рисунки мелом. На полу фотографии смяты, выдраны в без порядки маленьких рук. Из альбома играют в прятки взрослые страхи на иллюстрациях книг-сказок. Мать сказала, что-то хорошее снилось, но что не упомнить. Раз мы каемся разумом, размыкается чувство страха, И образ мыкается по щелям, что произрастает крахом. Рано глотать ностальгию с солью, сжиматься под тяжестью мира. Но ценность размытого снимка выше картины. На проводе лампочки причины тени от детских пелёнок. В углу комнаты плачет беззвучный ребёнок.